Здравствуйте, уважаемый председатель. Здравствуйте, участники конференции, уважаемые коллеги. Разрешите представиться. Я из Республики Узбекистан, работаю в Ташкентской медицинской академии, заведую кафедр и эпидемиология. Сначала разрешите поблагодарить вас за возможность участия в конференции с нашим докладом. Если вы разрешите, я все-таки выйду из видео, потому что интернет очень слабый. Уважаемые участники, разрешите представить нашу презентацию. Эпидемиологическая характеристика и профилактика вещь инфекции в Республике Узбекистан. ВИЧ-инфекция является одной из наиболее актуальных проблем современной медицины и имеет социально-медицинское и демографическое значение. Ни для кого не секрет, что СПИТ, то есть заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека, сегодня стал важной проблемой для всех стран. Тот факт, что данное заболевание поражает трудоспособную часть населения, а размер затрат на лечение заболевания оказывает негативное влияние не только на медицинскую и социальную среду, и на экономическое развитие. Поэтому борьба и предотвращение этой медико-социальной проблемы, серьезно влияющей на здоровье человека и развитие будущих поколений, является важной задачей человечества. Число людей ВИЧ-инфекции и больных с ПИДом в 2023 году существенно возрастает в регионах Восточной Европы и Центральной Азии. Если в 2000 году оно составляло полтора миллиона, то в 2022 году этот показатель увеличивается в 5,5 раза. По распространенности ВИЧ-инфекции в мире за 2023 год мы можем увидеть, что число живущих с ВИЧ-инфекцией людей составляет 39 миллионов. Число новых зараженных ВИЧ-инфекцией 1,7 миллионов и число умерших от СПИД составляет 1,5 миллиона. Ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в Республике Узбекистан стабилизировалась, хотя и не быстро, но по официальным данным число больных увеличивается. По состоянию на 2023 год в Республике Узбекистан зарегистрировано 48 658 человек. Самый высокий показатель показывается в городе Дашкенте. Самый низкий показатель мы можем увидеть в Каракалпакстане и на Воинской области. Если мы рассмотрим по путям передачи, то мы можем увидеть, что при анализе путей передачи ВИЧ-инфекции установлено, что 70,3 случая имеет место половой путь передачи. Но самый низкий, то есть 3,3 случаев имеет место, это инъекционные наркотики, то есть наркотики путей передачи. В 13 случаев ВИЧ-инфекции, конечно, не смогли указать, что является источником заражения. В 2023 году выяснилось, что ведущее место среди путей передачи отмечен половой путь. При сравнительном анализе по полу мы увидели ВИЧ-инфицированных, что в 2023 году в Республике Узбекистан превалирует в мужчины, где составляет почти 55%. Анализ ВИЧ-инфицированных в Республике Узбекистан по возрасту здесь показано, что 30-39 лет и 40-49 лет чаще всего болеют в этом возрасте в 2023 году. Динамик распространения ВИЧ-инфекции среди групп высокого риска заражения мы могли здесь увидеть, что на сегодняшний день у нас превалируют потребители инъекционных наркотиков и, конечно же, это мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами. То есть из всего этого мы можем сделать вывод, что многолетней динамики заболевания за 12 лет отмечено снижение числа ВИЧ-инфицированных. Если в 2011 году интенсивный показатель заболеваемости в Республике составляет 11,8, как в городе Ташкенте 30,6, то в 2023 году интенсивный показатель составит 8,8 и в городе Ташкенте мы видим снижение 18,5. В 2023 году ведущее место среди путей передачи занял половую путь от общего количества инфицированных. При сравнительном анализе ВИЧ-инфицированных по полу за 2023 годы установлено, что среди мужчин ВИЧ-инфицированных регистрируется почти 55%, а 46% ВИЧ-случа составляет инфицированные среди женщин. При анализе возрастным категориям установлено, что наибольшее количество приходится на самый трудоспособный возраст инфицированных. Чаще регистрируется 30-39 лет, а затем идет возрастной категории 40-49 лет. Выявление ВИЧ среди возрастных групп связано с тем, что пациенты в возрасте старше 30-36 лет чаще обращаются за плановой медицинской помощью, при которой обычно проводятся скрининговые исследования. Согласно данным официальной статистики, ВИЧ именно средневозрастная группа является группой риска. Профилактика. В настоящее время основным оружием против ВИЧ-инфекции является профилактика, то есть предотвращение заболевания. В этом случае необходимо обратить внимание на следующую ситуацию. Это повышение осведомленности населения о ВИЧ-инфекции и ее профилактике, о снижении риска заражения ВИЧ среди потребителей наркотиков, ранняя диагностика и своевременное профилактическое лечение, обязательное и регулярное тестирование донорской крови на ВИЧ-инфекцию, профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, то есть это кесаресечения, искусственное вскармливание может быть, профилактика профессиональной передачи ВИЧ-инфекции во время лечения. Но на сегодняшний день в Узбекистане основными нормативными документами является это постановление президента Республики Узбекистан от 22 июня 2018 года о дополнительных мерах по борьбе с распространением заболеваний, вызываемым вирусом иммунодефицита человека и профилактике внутрибольничных инфекций. Это указ президента Республики Узбекистан 33 от 24 марта 2022 года о реализации мероприятий по открытому общению с органами здравоохранения президента Республики Узбекистана. Это постановление 14 от 20 января 2023 года президента Республики Узбекистан о мерах по дальнейшему укреплению системы борьбы с заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека. Это постановление Кабинета Министра Республики Узбекистан от 21 февраля 2021 года номером 84 об утверждении концепции систематической пропагандической деятельности, проводимой молодежной деятельностью по борьбе с распространением инфекции вируса иммунодефицита человека в Республике Узбекистан. Большое спасибо, благодарю вас за внимание. Еще раз разрешите поблагодарить за то, что могли нам предоставить, выступить на этой конференции. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. И разрешите воспользоваться моментом всех гостей. Хотелось бы пригласить к нам в Узбекистан для обмена опытом. Спасибо большое. Спасибо.